Давайте поговорим про логические операторы. Логические операторы выполняются над логическими типами данных и возвращают логическое значение. Давайте рассмотрим логические операторы, последовательности их приоритетов. То есть, если у нас в выражении есть несколько таких операторов, то мы должны их выполнять поприоритетно. Первый логический оператор – это логическое «не», либо логическое отрицание. Оно обозначается с помощью восклицательного знака. Данный оператор является унарным, то есть выполняется над одним операндом. Оно просто инвертирует значение логического типа. То есть если в переменах хранится значение true, оно меняет его на false. Если в переменах хранится false, оно меняет на true, то есть просто меняет на противоположное. То есть в следующих примерах у нас в переменной d запишется значение false, а в переменной h значение true. Итак, следующий оператор это логическое i, либо логическое умножение. Оно записывается с помощью таких символов. Логический оператор выполняется над двумя операндами. Оно возвращает true только в том случае, когда оба операнда равны true. То есть в нашем примере только в данной строчке в c запишется значение true. В остальных случаях у нас будет значение false. Следующий логический оператор это логическое или, еще называют логическое сложение. Также выполняется над двумя операндами и возвращает значение false только в том случае, когда оба операнда равны false. То есть в данном случае у нас false будет только в одном случае, когда оба операнда от отрицания. Давайте рассмотрим вот данный пример, как посчитать. Так как я и сказал, что мы операторы будем рассматривать в порядке их приоритетов, то в данном выражении сначала выполнится отрицание первого, первой переменной, далее выполнится отрицание второй переменной, следом выполнится логическое или. Так как первый оперант вернет false, второй оперант вернет false, то false или false равно false.